Так, дорогие менеджеры, сейчас мы с вами разберемся, как делать записи с нашей новой вебинарки. Не только записи, но и вообще как с ним работать. У вас есть, как делать вход в настройки комнаты, ссылка. Вы берете эту ссылочку для начала, вот эту, и открываете ее в вашем браузере. Вот она открылась, личный кабинет пользователя. Там есть пароль, логин. Вы вводите, пароль, логин у нас почта моя, копируете, вставляете и вводите пароль, который там написан также. Копируете, вставляете. Заходите в вебинарку. Вот он, личный кабинет. Вот так он выглядит. Вам нужно создать вебинар. Вот, например, у вас вебинар будет в 6 часов. Нажимаете «Создать». Новый вебинар, название можете написать, например, «Успешный старт». Дата проведения, время выставляете, например, 18.00, например, 5-го числа. Создаем вебинар. Название пишите, да? Дату ставите. Пятое, например. Какая будет? Так и будет 20.00, например. Дальше. Вот ссылка, по которой будет проходить вебинар. Не надо заморачиваться ее, как-то там переделывать. Вот она ссылка, вы ее потом просто скопируете. Вот все, вот ваша ссылочка. Готовая. Здесь выбираете категорию. Например, образование. Да, я ставлю всегда. Здесь ничего писать не надо. Только по прямой ссылке. Сохранить. Все. Все просто. Нажимаете «Сохранить». Вот сюда выводят вас. Вы нажимаете «Войти в вебинар». Все, вы зашли как модератор. Ссылочку вы скопировали. Ее вы вставляете в промоушен. Здесь тоже все просто. Вы загружаете презентацию. Нажимаете «Загрузить презентацию». Все, загружаете, да? Там какую-то там презентацию, например. Вот, например, взяли, загрузили. Она загружается. Немножко, недолго она загружается. Здесь материалы. Здесь есть видюшки всякие, которые вы можете включить перед началом вебинара. Можете с YouTube что-то свое вставить, что-то интересненькое, разнообразить начало вебинара. Выбираете режим «Обучение». Вот так, чтобы у вас выглядело. Открываете свою презентацию. Просто щелкаете. А, еще она обрабатывается, но сейчас на другой покажу. Вот, например, планерка «Апрель» у меня. Вот сюда нажимаете. Все, вот. Вот так листаете. Нажимаете на камеру «Начать видеопрезентацию». Если выглядите не очень хорошо, например, вы нажимаете «Аудиопрезентацию», у вас видно не будет. Все. Запись включается автоматически. Где она хранится? Хранится она там же, вот здесь. Вот мои вебинары, например. Так. Так, 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 так. Обратно, да, еще нажму. Короче, как в личном кабинете. Вот вебинары «Будущие», «Прошедшие», «Избранные», «Публичные», «Записи вебинаров». Вот они, записи. Они хранятся 30 дней, потом удаляются. Вы ее скачиваете. Я еще, кстати, не разу не скачиваю. «Скачать». Все, скачивать вебинар. И заливайте его на ваш канал YouTube. Все, да, сохранить. Как заливать, знаете. В принципе, все, что вам нужно знать. Если так делать, выступать вы будете под именем, кто создавал вебинар, то есть под моим именем. Но я думаю, что это вообще не очень важно. Выбирай, просто так делайте, и все. Все просто, все легко. Если какие-то вопросы будут, пишите. Я, как всегда, на связи. Всем хорошего рекрутинга. Пока-пока.